Итак, наша тема. Мирный питание. Шамастра. Могу-ка о приметах. О приметах, точнее на самом деле наука о том, как считывать информацию, получать ответы на вопросы, находить решения, анализе событий, явлений и процессов, которые происходят с нами, анализе той обстановки, которая нас окружает. Лимита-шастра – это одна из геометических наук, которая является основной частью джавати-шавиады, которую называют еще геометической астрологией. Самудрика-шастра, мукха-самудрика-шастра, пада-самудрика-шастра, хаста-самудрика-шастра. И это от науки, которые являются вау, сушастра, аюрведа, та же самая. Ведически все ведические науки являются ветвями, которые произрастают от центрального ствола, которое называется джеротиш-реда. Поэтому ведическая астрология – это основная наука ведической традиции, ведической системы, науку. Она является основой всего в том, что она объясняет причины происходящих. Вот. Вот Нимитта-шастра – это наука, которая позволяет нам джеротиш-реда. Это наука, предназначенная для того, чтобы научиться отличать причину от следствия, находить ответы на вопросы, находить решения. Нимитта-шастра, будучи частью джеротиш-реды, она как раз для этого предназначена. Означает, что практически во всем том, что нас окружает, если внимательно на это смотреть, мы можем найти ответ на любой вопрос, решить любую задачу и получить для себя необходимую информацию. Почему? Одно простое вречение, что наша жизнь – это отражение нашего сознания. И все события, явления и процессы, которые происходят в нашей жизни, они являются проекцией нашего сознания. А поскольку в нашем сознании все взаимосвязано интегрально между собой, то и те события, которые являются проекцией сознания, также интегрально связаны между собой. И Нимитта-шастра – это наука, которая позволяет нам найти причинно-следственные связи, понять суть событий, а также предсказать развитие событий. Это очень важная вещь. Все события на самом деле интегрально связаны между собой. Даже муха просто так не пролетает. Она пролетает, потому что ее направляет наше сознание. А раз она это делает, значит, в этом есть какой-то смысл. Вот поиск этого смысла и та же задача Нимитта-шастра. Шастра означает система, порядок, трактат, правила и так далее. Нимитта-шастра – сколько ей лет, никто не знает. У нас существует столько, сколько существует человека. Миллионы лет. Ведическим знанием на самом деле миллионы лет. Ведах описываются события, которые происходят сотни и миллиарды лет назад. Более того, триллиона лет назад. Более того, триллионы в триллионной степени. Это звучит невероятно, да? Это удивительное, уникальное знание, которое лежит в основе всех знаний. Когда Бог создавал человека, он создал систему, в которой этот человек должен был жить. Он создал систему, которая управляет этим. То есть создал механизм, который управляет этим. А ведические науки – это науки об этом механизме. Если вы занимаетесь ведическими науками, значит, мы в состоянии понять, что есть причина, что средство. В том числе, это пригодится для предсказания событий.